Виталий Савинов работает в сфере благоустройства в парке «Дружба» 7 лет. И каждый год с нетерпением ждет предновогодние поры, чтобы начать украшать парк, в том числе устанавливать главный символ Нового года – елку. Чтобы полностью установить дерево, нарядить его гирляндами и другими навесными элементами, бригаде требуется порядка двух рабочих дней. Настроение почти новогоднее, говорит мужчина, и специфика работы этому способствует. Каждой веточке – бережный подход. Ветви расправляют, прежде чем прикрепить их к стволовой части конструкции. Самое важное, чтобы в итоге все смотрелось красиво и как можно дольше радовало глаз. И детям радость, и взрослым. Всем жителям. Желание есть относиться ко всему бережно – к катку, к елке, ко всем, что находится в парках, к лавкам и так далее. Обязательно. Потому что это наш лишний труд потом. И нам это обидно, когда ломается что-то. В городских парках устанавливают елочные комплексы. Всего их будет 10. Начали с монтажа искусственных 9-метровых елей. В дальнейшем рассчитывают еще на доставку трех высоких сосен. Остальные – это, естественно, растущие хвойные деревья, которые также украсят иллюминации и игрушками. Отметим, что два сквера, которые находятся в ведении Мао-парки Самары, тоже будут задекорированы. Например, к новогодним праздникам преобразятся сквер Дубовая роща, парки 50-летия Октября, Победы, Дружбы, Воронежские озера имени Юрия Гагарина и другие. Последним праздничным настроением будет создавать лесная красавица, которую уже разместили рядом с пунктом проката коньков. Власти стараются декорировать территории по-разному. Однако одно можно сказать точно – под Новый год Самара превращается в город тысяч огней. Около пяти километров световых гирлянд растянем мы на территории наших парков суммарно. Какие-то уже смонтированы, какие-то будут монтироваться до 15 декабря. Мы ориентируемся на то, что с 10 по 15 декабря все монтажные работы на территории парка будут завершены и будет уже завершающий этап по каткам. А горожан в этом году будут встречать на четырех парковых катках – в парке Дружбы, Победы, Металлургов и парке имени Гагарина. Напомним, в этом году в ходе предновогодней подготовки для украшения города новую иллюминацию решено не закупать. Все имеющееся заблаговременно привели в порядок. Но от новых оригинальных идей не отказываются. Так, для территорий нескольких парков, благодаря взаимодействию с партнерами, планируется подготовить необычные елочные игрушки. Для горожан это будет сюрпризом. Вообще замечательно, конечно. Это же хорошо. Это же праздник, Новый год. Все должны радоваться. Отметим, что во всех районах Самары, включая отдаленные, обязательно появятся яркие праздничные новогодние композиции и комплексы. Так, предприятием МП «Самара-Горсвет» запланировано к установке 2370 композиций. К началу текущей недели уже справились с 61% от запланированного объема работ. Глава города Елена Лапушкина обратила внимание на необходимость создания праздничной атмосферы в общественных пространствах, в том числе благоустроенных в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» губернаторского проекта «Содействие». Так, в этом году елка появится в обновленном по президентскому нацпроекту парке «Молодежный». Украшение не ограничивается парками, улицами, скверами, аллеями и площадями. Ведь украшение города ведется не только силами муниципальных предприятий, но и собственниками объектов потребительского рынка, организациями, учреждениями, работающих на территории Самары. До 20 декабря все работы планируют закончить. Кроме того, с 1 декабря стартуют районные конкурсы на лучшее праздничное оформление предприятий, учреждений, домов и территорий к Новому году и Рождеству. К участию в конкурсе приглашаются предприятия производственной сферы, объекты предпринимательства, кредитно-финансовые учреждения, объекты потребительского рынка и услуг, учреждения социальной сферы, образовательные и спортивные, учреждения культуры, здравоохранения, клубы, дворовые территории, многоквартирных домов и частного сектора. Елена Чернянская, Григорий Плешаков. События.